всем привет с вами Комаров Виталий позвонили значит мне две активные гражданочки у нас Башмакова на улице Есенина встретили они меня напротив нашего напротив нашей чайки это бассейн наш на улице строителей я сразу начал снимать то есть претензии как всегда дорога плохая дорога фиговый то не чистится это не делается смотрим это вот у нас вот так вот дороги чистятся это вот так у нас дети ходят в школу да получается даже машина заехала сбила скалбы получается почему а почему машина сбила потому что дороги не хрена не чистятся а не трактором чистили зацепили ага ну а трактор зацепили а хорошо а где они вывезли чего где расчистка где они чего расчищены объясните мне пожалуйста где чего расчищены вот где я я говорю проезжий чайки значит мы пешествовали должны уйти все лезть на проезжую чайку да вот девушка вам удобно вот по такой дороге ходить нет неудобно ну вообще удобно было в пашне нет неудобно нет или сейчас сто людей спроси они все так скажут безобразие и плавящее безобразие они значит расчистили разгребли весной здесь половодие люди лезут все на дороге значит никому это дело не касается дети экономят куда их девают центр не украшает центр нам что ты экономишь меня это абсолютно не устраивает вот так вот строим вот и пройдем дальше вот она все кругом вот если вот дорога вот меня это не устраивает и то что они боятся центральная разве это не центральная дорога это вообще центральный полнейший сеток раз ну я сейчас не хочу то что он умрет то что он ешь что он ешь скажите у вас устраивает вот это вот как убирать территорию вас устраивает вот это у кого убирает территория нет конечно ну и я убираю это точно ну понятно что не вы ну наша власть убирает вот так вот территорию вас это устраивает вас не устраивает и что у вас сейчас не устраивает сейчас еще посмотрим кто будет проходить тоже наверное никого не устраивает только наших властей устраивает вон еще мужчины а я знаю тут свалку нас там он какая чего они с этой свалкой делают у нас все пенсионеры все инвалиды к ней пойдем бачать я не знаю кто-то может но не мы про справедливость нигде не добьем у нас все 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 инвалиды все пенсионеры и наши люди делают нечего Вот, они нам сейчас нагребут, а у нас даже в доме вода. У меня в дом заходит вода. И я вот, у меня инвалид, я вот до всех вот... Вот еще в безобразии. Вот смотрите, вот как убирается снег. И здесь будет гора. Гора будет. И вся вода к нам идет. Потом уклон идет в дороге сюда, и все через наши дома проходит. Это что, каждый зиму так? И каждый зиму. А сейчас что будет тут? Ты сейчас тут что? Она вся к нам идет, вода. А они деньги собирают за вывоз снега. А денежки в карман ложут, а списывают, что в воде снег. Тут вообще уж... И вот она вся к нам идет, и к Бежелупу. А тут вот и инвалиды, и пенсионеры, и участники войны, и все, и вы. А вы свалкаете наши фотографии? Сейчас, понял. Сейчас, прямо обездаю. А бурьян, он там такой, не хочет ничего. Это слонад на всех. Все, что лает. Ну и попробуй, только не скажи. Да, Филип. Там бурьян такой вообще, я скажу. Вот еще мужчины стоят, спроси. Там вчера не пройдешь, сегодня ничего можно, а вчера там вообще не пройдешь. Ну пройти нельзя, бля. Там вчера пройти вообще, даже штабы вон все пушевали. Пройти нельзя было. Что-то они раньше чистили, это? А, дал бог не было, а он помещал, что ли? Да не, раньше все равно они плохо чистят, все равно. Но я-то, Михаил Владимирович, вы на машине, я отхожу здесь. Я сколько сама жаловалась. Я и в школу учителей подключала. А гололеды, тротуары... Сколько моих жалов, Михаил Владимирович, этого администрации. Это вот я по поводу этого тротуара. Это ужас, человек. Это вот мои жаловать не были. А вот дети ходят, гололед. А не значит... Не умещай тротуар, они все идут на проездку сейчас. И тот жаловался, одна только. И Деменщин просила, и Леонидову просила. Наталью, как ее, Леонидову. Всех просил, я говорю, подпишитесь. Хотя надо жалуйтесь, жалуйтесь. И Селим Левши работал, тут я все жаловалась. Тут вообще пройти нельзя. И, ребята, мне чуть-чуть не надо задеть, да? Не звонили. С 12-го мы выходили на прямую связь. Да что, тут толк? Ну что толк-то? У нас улица какая? Говорят, у вас вся улица за асфальтина защебнена. Ну, Максим Горьковская хорошая улица, они взяли ее, все сделали. А у нас здесь одни пенсионеры, одни инвалиды. Не пройти, не проехать. Тут грязище. Ой, сынок, мы тебе прям заплатим. Ты придешь, нашу улицу фотографируешь. Не посмотришь, что тут творится. Я деньги не беру за это. Ну, деньги не берешь, ну, что мы-то что-нибудь купим. Ну, ты не пьешь, тогда что-то будет. Ну, пих. Ну, видишь, какого нашли. Не пьющий, не ебящий, не сгорбящий. Какой честный прям. Ты не утери, я что-то отнял. Ой, буй, буй. Он в карнет выложит. Ты куда-то там садом ехали? Да. Вот что мне интересно, вот в этой ситуации, это то, что полиция, знаете, для чего приехал? Полиция приехала для того, чтобы взять с нее объяснительную за то, что она обращалась к нашему губернатору Белозерцеву. И за это самое, то, что она ему нажаловалась, с нее берут объяснение. Вот вы мне скажите, вы что хотите ее запугать, что ли? Что-то здесь как-то попахивает, маленько. Не тем местом. Я, конечно, понимаю, да, вы занимаетесь благоустройством Башмакова, программой комфортной среды, но, ребятки, ну, как-то это про людей-то тоже нельзя забывать. Надо делать какие-то водоотоки, чтобы, как говорится, их не затопляло. Кстати, фотографии сейчас вы увидите, что происходит с ним весной. Глядя вот на эту улицу Есенина, да, это хороший пример того, что дороги делаются в пределах видимости. То есть там, где не видно, там пущай будет так, как было. Вот, то есть грязище, огромные лужи, никому это нахрен не нужно. И, кстати, по этим лужам, по этим кочкам, я как говоря, ходит участник Великой Отечественной войны. Он не только в пятерочку ходит, он еще ходит и в центр. Ему приходится ходить вот по этой дороге. Вот только из одного участника Великой Отечественной войны там не то, что щебеночное покрытие должно быть. Там должна быть идеально отполированная дорога. Такое вот мое мнение насчет участника Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны. Пошли на свалку. Пусть Путин посмотрит свалку, сейчас Путин как свалка. А можно вот написать, что у нас на улице Есени все живут пенсионеры, инвалиды и участники войны, и 10 домов, и они сказали, нам невыгодно вашу улицу делать. Можно тут все прям написать? Переселить нас куда-нибудь. Пошли, пошли, человек, не оттуда. Что, Наталья, по нам дорогу устроить? Где дети, когда-то ловят? Где-то все мест на проезжую часть. А я так хотела сфотографировать, когда дети прыгают по этим плитам, которые навозили. Я говорю, вместо того, чтобы обустроить детской площадкой территорию, плит наложить. Пошли, ну! Куда поехали? А ты прям вот просключил тебе яйца. Я забыла про них, кто сейчас. Это вот все, вот у нас улица Есенина. Это улица Есенина у нас. Это у тебя Есенина улица. Так, а это тоже вот Есенина, да? Да, 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 Есенина. Все вот Есенина. А вот летом здесь что? А летом тут грязище. Тут не пройти, не проехать. Клея, не знаю какая. Клея тут вообще. Вот этот проулк, он как называется-то? Есенина, вот здесь. Тут еще и Есенина. Сейчас я вновлю, что платная стоянка, а летно тут за Есенина. Тут Леон, он охранит, сто тысяч за аренду берет, и штрафстоянка. Тут тоже, это самое, а дорогу никто не делает. Штрафстоянка здесь миллион сейчас. В складе хранится, сто тысяча аренду берет. Вот, вот какие ямы. Вот они все, с пакометом ее будем поместить. Ставим, ямка черпим. Вот, вот такие вот дороги. Вот так, вот так, тут вообще бурьян один. А вообще хоть обещали они здесь сделать? Нет, вот они будут. Обещали сделать? Вот они, не обещают. Даже вот, на, читай. Нет, на, читай. Даже они не будут делать. Нет, нет, нет. Вот, вот они не будут. Они не будут ее делать. В своем обращении вы. Вот, вот что пишут они. А они говорят, что там не выгодно. У нас тут 14 домов, а у нас тут все пенсионеры, инвалиды. Прям вот так вот напишите. Участник войны, дядя Федя. Тут еще и участник войны. Да, 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 да. Участник войны и три, два вида. Это колясочники. А где он живет, участник войны? А вон, 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 вон. Синенький домик. Вон тот, да? Да, 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 синенький домик. А у него нет детей, никого нет. Вот он с палочкой ходит за хлебом. И сколько ему лет? 94. 94 года. ясно а инвалиду сколько здесь 30 лида какие инвалиды глядя вот на эту улицу есенина да это хороший пример того что дороги делаются в пределах видимости то есть там где не видно там пуща и будет так как было то есть грязище огромные лужи никому это нахрен не нужно и кстати по этим лужам по этим кучкам мягко говоря ходит участник великой очистительной войны он не только в пятерочку ходит он еще ходит и в центр ему приходится ходить вот по этой дороге вот только из одного участника великой отечественной войны не то что щебеночное покрытие должно быть там должна быть идеально отполированная дорога такое вот мое мнение насчет участник великой отечественной войны это все улица есенина и когда вот эту тетю спилили и убирали ценное лето убирали а сейчас из-за снежного покрова и убирать нельзя вообще это свалка с 10 года они ложную справку дальше что убрали эту свалку суд а на самом деле по сей день это свалка не убирает когда последний раз обращались в последний раз сюда ванюшин приезжал в сентябре понюхин это замминистр жкх приезжал сюда и никаких мер по сей день даже замминистра с пенза приезжали сюда белозерцев сказал чтоб все это фотографировали и к нему на стол и обратить внимание на улице есенина по сей день на улице есенина внимание никто не обращает и не выгодно им они говорят что нам не выгодно вашу улицу делать делать по вашей улице ходит мало людей а у нас сама проходная улица в бассейн сюда ходит колесовка сюда по я по нашей улице ходит в магазин и напрямую в колесовку у нас здесь большой вот сейчас вы видите вот этот самый дом которому живет ветеран великой отечественной войны ему 94 года и вот он ходит по этим дорогам ребят вы ему должны машину персональную подгонять в сортиру сходил не то что в магазин а вы ему дорогу не хотите нормально сделать что это за манера такая на виду сделаем она все насрать там начальство есть и там она не бывает но вот теперь все это видео многие увидят наверное что интересно там уж случайно или это или в порядке вещей или уж там как но после моего появления там туда приехал тракторишка и стал чистить тротуар чеки и сейчас у нас везде в бушмаку и почти чистить тротуары хорошо нормально да я конечно понимаю боятся чистить чтобы чтобы не повредить тротуар но все-таки чистят ну что же остается нам подытожить я думаю что все проблемы у жительниц и у жителей в том числе участника великой отечественной войны и инвалидов которые проживают на эту улицу все проблемы в этом году закончится то есть никого не будет затоплять участники войны не будут вспоминать о войне глядя на дорогу которую вы не доделали я думаю что будет все хорошо до скорых встреч подписывайтесь на канал мы еще чего-нибудь заснимем до свидания